Приветствую вас! С вами снова Алла Касаткина и проект «Ладное я». Сегодня мы поговорим с вами о том, что же мешает женщине быть счастливой в отношениях с мужчиной. Вспомните, наверняка в своей жизни вы не раз оказывались в ситуациях, когда, начиная с отношения с мужчиной, вы распахиваете ему душу на распашку, действительно. Вы ждете родственную душу, вы готовы ее принять. И как только вам встречается мужчина, который вам понравился, вы с открытым сердцем движетесь ему навстречу, вы готовы заботиться о нем, вы хотите максимально с ним общаться, чтобы вам было комфортно, вы хотите знать о нем все, вы хотите получить максимум общения и ускорить развитие ваших отношений, вы спешите, вы думаете, что раз вы ему нравитесь, все должно с его стороны происходить точно так же. И в какой-то момент, два, три, четыре свидания, и вот, казалось бы, у нас все идет просто как по маслу, все хорошо, все так безоблачно, замечательно, и мужчина куда-то исчезает. И вы не можете понять, или исчезает, или начинает отдаляться, не отвечать на ваши звонки, не реагировать на ваши предложения встретиться, начинает делать что-то, что вызывает у вас напряжение, вы начинаете злиться, вы чувствуете себя обманутой, вы чувствуете свои ожидания неоправданными, что-то идет не так в ваших отношениях с ним, вы начинаете злиться и закрываетесь. Обижаетесь на этого мужчину за компанию, с ним обижаетесь еще на кучу других мужчин, которыми могли бы встречаться, просто познакомиться и даже просто выпить чашечку кофе, поболтать о жизни. Вы закрываетесь, отгораживаетесь от всех таким железным забором, и говорите, все вон, вот туда в очередь, строится, и может быть, когда у меня появится настроение, я с вами пообщаюсь. То есть, отгораживаетесь от всех и никого не подпускаете к себе, или всех обсматриваете таким очень придирчивым, жестким взглядом. Хотите чуть ли не, когда мужчина предлагает вам встретиться и пойти кофе, попить или познакомиться с вами, вы хотите от него гарантии, что он точно железобетонно на вас женится и будет удовлетворять все ваши ожидания, которые вы для себя настроили, иначе вы его вообще к себе не подпустите на пушечный выстрел. И когда вы разгоняете от себя всех, все на вас так смотрят с легким недоверием и думают, блин, ну барышня заелась, что ей надо, бесится непонятно от чего. И вы остаетесь одна за этим забором, за этим отчуждением. Вы злитесь на всех, вы злитесь на себя, вы злитесь вообще непонятно на что, на то, что у вас не складывается личная жизнь. Вам обидно до боли, хочется быть счастливой, а вы всех разогнали. И что вы делаете? Вы берете и опять распахиваете свою душу, говорите, ладно, подходи любой желающий, давайте будем знакомиться. И что это получается в результате? Опять снова облом, опять снова закрываетесь, и вот так вы катаетесь. Из открытости в закрытость, из открытости в закрытость. Вы то приближаете к себе всех подряд без разбору, то выталкиваете тоже всех подряд из своего пространства жизненного без разбору. И получается, что ни одна из этих стратегий, душа на распашку или я за железным забором, не приносит вам радости, не приносит вам удовольствия и не дает вам гарантий того, что ваши отношения сложатся. И это вас напрягает, еще больше всего злит, потому что вы начинаете думать, боже мой, да чем же я провинилась перед вселенной, за что мне не дают женского счастья? Я же такая хорошая, замечательная, есть готовить умею, за порядком слежу, умница, красавица. А личная жизнь не складывается. Что со мной не так? Вы будете удивлены очень сильно. Но причина в том, что ни одна из ваших стратегий не приносит вам радости, не приносит вам счастья женского, она заключается в том, что вы не выбираете для себя вот той разумной дистанции, с которой нужно начинать отношения с мужчиной. Дистанции, на которой нужно знакомиться с мужчиной. Дистанции, на которой нужно развивать эти отношения. Дистанции, на которую можно подпускать к себе. Или нельзя подпускать к себе мужчину, чтобы эти отношения развивались, чтобы он не присыщался вашей заботой, вниманием, участием в его жизни. Или наоборот, не вламывался в вашу жизнь и не устанавливал вам свои правила, и рассказывал, будешь делать так, будешь делать всяк, будешь мне отчитываться так, всех друзей нафиг отсюда, и будет только так, как я хочу. Потому что ни тот, ни другой вариант вам не принесут удовольствия и радости. Вы будете себя чувствовать комфортно только тогда, когда вы внутри себя будете ощущать комфорт рядом с мужчиной. Но этот комфорт невозможно достичь, если между вами не установлены границы. Куда можно, куда нельзя. Друзья, что вы готовы сейчас делать, что готов делать ваш мужчина, и вам обоим это нравится. И для того, чтобы научиться соблюдать свои границы, чтобы научиться чувствовать границы своего мужчины, вы будете удивлены, но границы есть и у вас, и у мужчин. Чтобы все это было в гармонии, и ваши отношения постепенно шли к сближению, чтобы вы себя чувствовали комфортно. И он понимал, да, это моя женщина, и я с ней хочу дальше идти по жизни. Вот именно для этого мы подготовили для вас курс видео, который так и будет называться «Личные границы в отношениях с мужчиной». Чтобы вы могли точно понимать, где опасно, где безопасно, где хорошо, как правильно для вас, как правильно для него, как удобно для того, чтобы развивались ваши отношения. Я поделюсь с вами этой информацией, которую в принципе в интернете найти достаточно сложно. Потому что тема границ, она архиважна, но ей почему-то уделяют очень мало внимания. И поскольку я слышу эти вопросы все чаще и чаще на своих тренингах и бесплатных семинарах, я решила специально по этой теме подготовить для вас курс. Подписывайтесь на этот курс, и вы будете получать эту информацию для себя в том виде, чтобы она помогала вам выстраивать отношения с мужчиной, чувствовать свои границы и чувствовать границы своего мужчины. С вами была Алла Касаткина. До встречи в следующих видео курса. Субтитры создавал DimaTorzok